Дорогие мои зрители, сегодня мы отправляемся с вами в небольшое путешествие, примерно 200-250 километров от Москвы, в Казанскую, Амвросиевскую пустынь, неофициальное название Шамардинский монастырь. Ударение рекомендуется стоять на первом слоге, примерно как в Италии. Казанская, Амвросиевская, Старопегиальная, Женская пустынь создана в 1884 году. Я вам показал, в каких очках я был вынужден ехать, потому что неожиданно показалось яркое-яркое солнце, все вокруг было в снегу, и как вот в горах бывает, да, кто когда-нибудь был в горах зимой, на горных лыжах, настолько все это солнце отражается со всех сторон, от снега, что невыносимо-невыносимо слепит глаза, просто вот едешь, а глаза слезятся. Итак, мы в монастыре, монастыре, который создан в 1884 году по благословению преподобного Амвросия Оптинского. Сам монастырь Оптина пустынь, куда мы поедем чуть дальше, чуть позже, находится буквально 15-20 километров от этого женского монастыря. Весь монастырский устав и распорядок жизни сестер был установлен самим старцем, Амвросием Оптинским. Первой настоятельницей обители была преподобная София Шамардинская, духовная дочь преподобного Амвросия, и была его преданной помощницей. Под неусыпным духовным руководством оптинских старцев обитель стала, наверное, крупнейшим монастырем Российской империи и крупнейшим среди всех женских монастырей. Оставалась им вплоть до своего закрытия и разорения в 1923 году. В 1990 году монастырь был возрожден по указу Святейшего Патриарха Пимена. В настоящее время в монастыре подвизаются более 120 насильниц. Мы здесь третий раз с Аллой и каждый раз поражаемся, как очищается душа, как поет душа, когда мы здесь находимся. Я думаю, что те зрители из вас, кто давно смотрит мои фильмы, понимают, насколько я с вами честен, насколько я с вами искренен. Я вам открываю в своих фильмах потаенные уголки своей души и рассказываю о тех местах, где мне очень хорошо. И вот сегодня я вам рассказываю об этом монастыре, о том монастыре, где мне очень-очень хорошо. Было очень грустно от того, что мы собирались рано утром, 7 марта, а супруга у меня два дня подряд работала и в спешке, к сожалению, мы забыли полотенце. А мы очень хотели здесь, в этих источниках, окунуться. Было очень грустно, но мы решили, что обязательно собернемся чуть попозже. Еще раз, чтобы окунуться. Но одно дело летом, когда ты окунешься, можешь потихонечку, как говорится, высохнуть. Но все же зима, зимой это делать не стоит. Супруга моя, и штурман, и Алла Кошка благодарит Бога здесь, на этом месте, за то, что нам так здесь хорошо. Мы давно заметили, что мы как-то к Богу всегда обращаемся именно тогда, когда нам очень хорошо. Редко, когда мы просим помощь у Бога, каждый раз нам бывает немножко стыдно просить Его о помощи, потому что мы прекрасно понимаем, сколько у Него дел, сколько страждущих людей нуждается в Его помощи. Поэтому стараемся, когда нам на душе хорошо, когда наша душа поет, благодарить Его за это. И мы чаще всего обращаемся к Нему со словами благодарности. Заломила в танце руки белые, пышная береза королевишна, тополь срубленный, к ней тянет ветви немощно, и мечты о ней лелеют смелые. Лестница крута в холмах к источникам, полтора, ста без шести ступеней. Холодок скользнул вдоль позвоночника и коснулся дрожью до коленей. Захватила дух от изумления. Бабочка над снегом, как над садом, кружится, парит, как в иступлении. Вот она, божественная, рядом. Шамардина, прянично веселая, бисером расшитые оклады, полюшка пока над небом голая, но уже исполнена от рады. Запрокину голову под солнцем, шире ветра распахну объятия. радостно до самого додонца и души святее стало платье. Это строки Панины и Татьяны. Я очень ей благодарен за эти строчки. Вот посмотрите на этот храм. Ничего он вам не напоминает, особенно этот вопрос мой относится к москвичам. Красный кирпич, вот это крыльцо такое красивое. Вы знаете, оказывается, этот храм, архитектором этого храма был сын архитектора Шервата, автора здания Государственного исторического музея, что на Красной площади. А мы с вами отправляемся в Оптину пустынь. Не уходите далеко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok